Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня тема нашей лекции это создание единого централизованного русского государства, которое окончательно оформляется при Иване Третьем и Василии Третьем. Мы с вами заканчиваем тот период, когда на Руси существовала феодальная раздробленность. При вот этих двух правителях с одинаковым номером после имени Иван Третий Васильевич и Василий Третий Иванович создают единое государство, завершая процесс объединения русских земель. Говоря о централизованном государстве, сначала надо дать определение того, что это такое. Централизованное государство это государство, при котором все отдельные территории подчиняются власти единого центра, где существуют общегосударственные органы управления, где есть единое законодательство, где есть единое постоянное войско, где есть единое экономическое пространство и единая денежная система. Вот такое государство называется централизованным. В Европе этот процесс пошел несколько раньше, чем у нас на Руси, но тем не менее в 15 веке основные признаки вот этого централизованного русского государства появляются. Мы их можем отследить и можем совершенно точно, без преувеличения сказать, что в конце 15-го, в начале 16-го века вместо отдельных русских земель и княжеств появляется единое государство Россия. Вообще так процесс централизации начинается у нас еще с первых московских князей, с Ивана Даниловича Калиты, которого не случайно называли собирателем земли русской. Вот этот процесс собирания земель заканчивается при Иване Третьем и Василии Третьем, когда большая часть территорий, когда-либо входивших в Киевскую Русь и населенных восточными славянами, входят в состав единого государства. Однако на этом процесс, конечно же, не завершился. И собрав земли воедино, еще нужно было создать систему единого управления. И вот этот процесс централизации еще будет продолжаться и далее, и при Иване Грозном, и при первых царях из династии Романовых. И можно сказать, что полностью он завершится только уже в 18-м веке. В отдельных аспектах, даже до конца 18-го века, этот процесс создания централизованного государства продолжался. Как я уже сказал, создание единого русского государства, собирание русских земель вокруг Москвы заканчивается в царствовании двух великих правителей, один из которых более известен и велик, другой менее известен и велик. Но, как ни странно, оба, тем не менее, теряются на фоне некоторых предыдущих и последующих наших с вами персонажей. Первый из них это Иван Третий Васильевич, вошедший в историю со совершенно справедливым прозвищем «Великий». Правил он с 1462 по 1505 год, и при этом, что характерно, как-то вот на фоне исторического полотна уступает своему знаменитому внуку, тоже Ивану Васильевичу, только Ивану Васильевичу Четвертому. А вот Василий Третий, сын Ивана Третьего и отец Ивана Четвертого Грозного, правившись 1505 по 1533 год, вообще в истории выглядит как-то достаточно блекло, хотя в этот период происходят очень важные события. Часть этих событий, понятно, что не все, мы попытаемся сегодня посвятить. Вообще у нас эта лекция будет разделена на две части. В первой части мы с вами поговорим о собирании земель и внешнеполитической деятельности двух вот этих вот великих князей Ивана Третьего и Василия Третьего. А во второй лекции разговор пойдет о внутриполитических процессах, социально-экономическом развитии и оформлении системы единого государственного управления. После окончания феодальной войны в России, когда на престоле находится Василий Второй, перед образующимся московским государством стоят несколько важных задач. Первая задача это продолжить собирание русских земель, поскольку, если мы посмотрим на карту, достаточно большие территории, населенные славянами, территории, которые можно отнести к русскому государству, Новгородская земля, Тверское княжество, Рязанское, многие территории в составе Великого княжества Литовского к Москве еще присоединены не были. Второй важной задачей в этот период является окончательное освобождение от татаро-монгольского ига, прекращение вот этой политической зависимости Руси от Орды. Ну и, наконец, третья задача это создание новой системы управления, то, о чем мы с вами будем в большей степени говорить на следующей лекции. И вот два этих наших правителя, Иван Третий и Василий Третий, эти задачи решают. Конечно же, в первую очередь здесь проявил себя именно Иван Третий, совершенно не случайно вошедший в историю с прозванием Иван Великий. Иван Третий, Иван Великий, человек, у которого в истории на самом деле прозвищ много, одно из них очень и очень любопытно. Еще при жизни Ивана Третьего, если верить некоторым историческим источникам, называли Иваном Грозным. Мы вообще привыкли к тому, что прозвище Грозный закрепилось за внуком Ивана Третьего, Иваном Четвертым, который тоже был Иваном Васильевичем. И вот эта ситуация, что у нас в второй половине 15 века был Иван Васильевич по прозванию Грозный, и во второй половине 16 века тоже был правитель Иван Васильевич, тоже Грозный, дает основания подозревать, что может быть на самом деле вся история тщательно переписана, и это один и тот же персонаж. Но это, конечно, бред из серии идей сторонников новой хронологии и прочих совершенно ненаучных изысканий, но действительно два этих персонажа очень внешне похожи, хотя и отличаются номерами после имени Иван. Поэтому, чтобы не путаться, мы не будем вспоминать, что Ивана Третьего звали Иваном Грозным, будем называть его Иваном Великим, с тем именем, под которым он вошел в нашу историю. Вообще Иван готовился к правлению задолго до того, как зашел на престол. Его слепой отец Василий Второй Темный, потерявший зрение в ходе междоусобной войны в московском княжестве в первой половине 15 века, сделал Ивана своим соправителем. И впоследствии вот эта вот традиция при великом князе ставить наследника соправителем и тоже венчать его великокняжественным венцом будет продолжена и Иваном Третьим. При Иване Третьем сначала его старший сын Иван Иванович Молодой с 1470 по 1490, 20 лет, будет носить имя великого князя, титул великого князя и являться соправителем своего отца. Затем, когда Иван Молодой скончается, его сын Дмитрий Иванович, внук Ивана Великого вместе со своим дедом будет именоваться великим князем с 1490 по 1502 год. Ну а затем в результате дворцовых интриг линия Ивана Молодого Дмитрия Ивановича будет отодвинута в сторону от наследования и наследником престола соправителем и вторым великим князем при Иване Третьем будет назван его сын Василий, который с 1502 до конца правления своего отца 1505 года будет вместе с отцом носить титул великого князя, а потом сам станет великим князем Руси под именем Василия Третьего. Иван Третий получил неплохой опыт государственного управления, получил и военный опыт, еще при своем отце несколько раз он ставится во главе войска, направлявшегося в те или иные военные походы. Таким образом, к 1462 году, к моменту смерти Василия Второго, мы имеем наследника престола совершенно явного и очевидного, чьи права никто не оспаривает, обладающего опытом и государственного управления, и военного дела, молодого, талантливого Ивану Третьему, когда он зашел на престол, было 22 года, и править он будет более 40 лет. Конечно, главная задача, которую будет решать Иван Третий, это объединение русских земель. Вот здесь вот он проявил себя не только как военный руководитель, но и как талантливый дипломат и где-то даже немножечко экономист. В тех случаях, когда можно было решить проблему деньгами, он эту проблему деньгами совершенно спокойно решал. В 1471 году в состав Великого княжества Московского входит небольшое, но на тот момент еще независимое Ярославское княжество. Фактически Ярославское княжество становится частью Московского государства еще раньше. В 1463 году, когда последний из ярославских князей просто продал Великому московскому князю Ивану Третьему права на престол, Иван Третий согласился, чтобы вот этот ярославский князь доправил до своей кончины, которая произошла в 1471, и юридически в 1471 году Ярославское княжество входит в состав Великого княжества Московского. В 1472 году присоединяется к московскому княжеству княжество Дмитровское. Дмитровское княжество было уделом младшего брата Ивана Третьего, Юрия Васильевича. Однако он умер бездетным, и его выморочное владение князь Великий Московский Иван Третий забрал в казну, не поделившись со своими братьями. Его братья князь Андрей Большой, князь Углицкий и князь Борис, князь Володский от отца Василия Второго получили себе уделы в московском государстве и считали, что владение брата Юрия должно быть поделено между всеми братьями, однако Иван Третий поступил по-другому, забрав все это в казну, и это станет причиной, одной из основных причин его конфликта с братьями Андреем Большим и Борисом Володским, который, в общем-то, разрешится только в 1480 году. В том же 1472 году происходит еще одно важное событие. Незадолго до этого Иван Третий овдовел, его первая жена, тверская княгиня, умирает, оставив ему сына-наследника Ивана Молодого, и вот здесь Иван Третий женится совершенно нехарактерно. Он подбирает себе вторую жену не из числа каких-либо правительниц, точнее не правительниц, а княжон русских удельных княжеств или даже великих. Он женится на наследнице византийского престола. Племянница последнего византийского императора Константина Палеолога, погибшего во время штурма Константинополя в 1453 году турками-османами, со своим отцом, братом и семейством перебралась из Византии в Италию, и там находилась под правительством римского папы. Теперь вот эта наследница византийского престола становится женой великого князя московского Зоя Палеолог, в крещении она получила именно такое имя, но в истории она известна под именем Софии Палеолог. Когда эта женщина приехала на Русь, существовали большие опасения, что она приняла тайно либо католическую религию, либо вступила в унию с католичеством. Мы помним, что это были времена Флорентийской унии, когда римский папа пытался объединить под своим владычеством и православную, восточную и католическую, западную церковь. Так вот, Зоя Палеолог по приезду в Москву пришлось креститься еще раз, и под своим вторым крестильным именем София она входит в нашу русскую историю. София родила Ивану III немалое количество детей, но самое главное, как наследница Византийского престола, эта женщина обеспечила династические права великого княжества московского на византийское наследство. Московский князь, женившись на византийской принцессе, имел теперь по средневековым правилам возможность претендовать на престол Византийской империи. Византийской империи не было, вместо нее возникла турецкая Османская империя, но претендовать на Константинополь, на храм Святой Софии, на проливы Босфоры и Дарданеллы наши правители будут вплоть до 1917 года, апеллируя как раз вот к этой свадьбе Ивана III. Надо сказать, что вместе с Софией Палеолог на Руси появляется и вот эта вот государственная символика на государственных печатях князя Ивана III. Мы с вами видим не только московский герб, но и византийского двуглавого орла. И вот это была претензия уже не только на византийское наследство, а по большому счету это было подчеркивание главенства именно Москвы как единственной наследницы византийского православия. И на Руси. А впоследствии, когда Иван III в дипломатической переписке будет использовать для обозначения самого себя титул князь, точнее прошу прощения, титул царь или кесарь, вот это будет уже намеком на то, что Россия и на ордынское наследство претендует. Как известно, царями на Руси называли в первую очередь золотоордынских ханов. То есть вот этот момент, это было важное такое объявление о том, что Москва готова брать на себя роль единственного православного центра, истинно православного центра всей Руси, а значит все православные земли, чем бы владения ни находились, должны подчиняться Москве. В 1474 год по схеме Ярославского княжества, то есть с выкупом прав присоединяется к Москве небольшое Ростовское княжество. Ростов Великий в этот момент был таким двойным владением. Половиной Ростовского княжества уже владел Великий Московский князь, половина принадлежала ростовским князьям, и вот теперь права на вторую ростовскую половину были московским князем выкуплены. Но не только мирными способами приходилось объединять земли. Главная, конечно, задача была присоединение Великого Новгорода с его огромными владениями, с его торговыми связями. Присоединить Новгород мирным путем не получается. Новгородская история получилась достаточно длительной и запутанной. Вообще-то еще с 13 века со времен, пожалуй, Ивана Калиты, а может быть даже и ранее, со времен Александра Невского, формально Новгород находился в подчинении Великому Владимирскому княжению. Однако новгородцы постоянно стремились к независимости и то принимали у себя князей-наместников от Великих князей Владимирских, то указывали им путь из города и старались найти каких-нибудь других претендентов. К 15 веку все больше и больше Новгород глядит в сторону запада. Там на западе Великое княжество Литовское и литовские князья зачастую приглашаются в Новгород в качестве князей-наместников. Это, естественно, не устраивает московских князей, которые к этому моменту уже закрепили за собой Великое княжение Владимирское. И еще отец Ивана Третьего, Василий Второй, пытается Новгород военную силу привести к порядку. В 1456 году вспыхивает Московско-Новгородская война, короткая, яростная и решительная. Василий Второй посылает войска на Новгород. Новгородцы разбиты в сражении под Руссой и в селении Ежелбитцы был заключен Ежелбитский мирный договор. О сражении под Руссой на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина есть очень хороший ролик с историком Климом Жуковым. Рекомендую его посмотреть, там все эти события разобраны подробно. А нас с вами интересуют условия Ежелбитского мира, который очень серьезно ограничил права и вольности Новгородской республики. Нет, конечно, по этому договору внутреннюю автономию, внутреннее самоуправление Новгород сохранил. И великий московский князь обещался не вмешиваться во внутренновгородские дела. Но Новгород по этому договору обязывался не давать убежище врагам московского князя Великого. Лишался возможности вести какую-то самостоятельную внешнюю политику. И самостоятельно сноситься без воли московского князя с иными государствами. В первую очередь с Литвой и с Ливонским орденом. Он потерял возможность принимать собственные законы. Более того, даже верховной судебной властью в Новгороде был объявлен великий московский князь. И это давало возможность всевозможным юридическим спорам разрешаться не в Новгороде, а в Москве. В конце концов, даже на символическом уровне новгородские государственные печати посадников и печать новгородского веча заменялись печатью великого князя. Василий II Новгород привел к покорности, однако это не усмирило сепаратистских настроений новгородцев. После смерти Василия II в Новгороде продолжается решительная борьба между двумя партиями. Часть новгородского боярства была ориентирована, конечно же, на Москву. Была настроена промосковски. Это были в первую очередь те бояре, богатство которых зиждилось на торговле по великому волжскому пути, на торговле с Востоком, который в своем среднем течении контролировало именно московское княжество. Не желая терять торговое преимущество, эти люди были готовы принять власть великого московского князя. А вот те, кто в первую очередь был ориентирован на торговлю с Западом, с Гонзейским союзом в Германии, с Ливонским орденом, со Швецией, с великим княжеством литовским, подчиняться воле Москвы совершенно не собирались. Крупные боярские роды новгородские очень серьезно смотрели в сторону Литвы. Тем более, что государственное устройство великого княжества литовского, где очень многие вопросы решались только лишь при согласии литовских магнатов, крупных панов, и где, собственно, великий князь литовский был сильно ограничен в своем самодержавии, выглядело гораздо симпатичнее, чем московская деспотия и тирания, где воля великого князя к этому моменту уже является фактически законом. И Василий II, и его соправитель, а потом и наследник Иван III уже вполне не стесняясь используют термин самодержец. В 1471 году вот эта вот пролитовская партия в Новгороде побеждает. Во главе этой партии стоит любопытный исторический персонаж. Не очень часто в средневековье на арену выходят сильные и независимые женщины. Пролитовскую партию в Новгороде возглавляет вот такая вот дама Марфа Борецкая, вошедшая в историю как Марфа Посадница. Знаете, бывают такие семьи, в которых, конечно, мужчины зарабатывают деньги, мужчины даже могут занимать какие-нибудь серьезные государственные должности, а вот в доме все решает женщина. И вот семья Борецких, судя по всему, была именно такой семьей. Это была одна из богатейших, если не самая богатая, новгородская боярская семья, имевшая большие владения. Муж Марфы Борецкой, Исаак Борецкий, был новгородским посадником, отсюда ее прозвище Посадница. А когда Исаак Борецкий скончался, ее сын Дмитрий Борецкий, находящийся полностью под влиянием своей матери, тоже становится новгородским посадником. И вот через своего сына Марфа Борецкая склоняет новгородцев, новгородская веча, новгородскую олигархическую республику к союзу с Литвой. В качестве союзника должен выступать великий князь Литовский Казимир IV Егелончик, который еще будет и королем Польши. В это время Великое княжество Литовское уже находилось в личной династической унии с польским королевством. Казимир IV обещает Новгороду военную помощь против Москвы. Более того, новгородцы демонстрируют свою нелояльность к Москве и тем, что после смерти очередного архиепископа нового главу новгородской епархии отправляют на утверждение не в Москву, к великому митрополиту Киевскому, а фактически московскому и всея Руси, а к митрополиту Константинопольскому, с которым еще в княжении Василия II русская православная церковь в общем-то тарелки побила за унию с католичеством. В этот момент представитель константинопольского патриарха был в Литве и именно туда отправили новгородцы своих послов, чтобы утвердить собственного архиепископа, а это было уже изменой делу православия. Поэтому Иван III поход 1471 года на Новгород еще и религиозно окрашивает, указывая на то, что новгородцы готовы продаться латинской ереси и надо их вернуть в лоно истинной православной церкви. Поход Ивана III на Новгород происходит достаточно стремительно, настолько стремительно, что литовский князь Казимир даже не успел Новгороду оказать никакой помощи. В сражении на реке Шелони в 1471 году московское войско громит войско Новгородское. Во многом эта победа была обеспечена тем, что часть новгородского войска, скажем, владычный полк, набранный новгородским архиепископом, да и некоторые боярские дружины, чьи хозяева смотрели в сторону Москвы, вообще не очень желали против Москвы воевать. В результате часть войска воюет отчаянно новгородское, другая часть не воюет вообще. И несмотря на численное превосходство, новгородцы с треском битву на Шелонии проигрывают. После этой битвы в селении Коростынь был подписан Коростыньский договор, который подтверждал все те пункты, которые я уже обозначил чуть ранее применительно к Ежелбитскому мирному договору. Снова великий князь Московский настаивает на ограничении вольностей новгородских, а лидеров сопротивления, в том числе и посадника Дмитрия Борецкого и некоторых других бояр по приказу великого князя Московского казнили. Марфа Борецкая, естественно, затаила теперь к Москве не только политическую и экономическую, но и личную неприязнь, и несмотря на то, что Новгород был вынужден склонить голову перед великим московским князем, это еще не было окончательным присоединением. В 1475 году в ответ на жалобы в Москву новгородских людей о притеснениях со стороны боярства новгородского, Иван Третий совершает такой судебный вояж, судебный поход на Новгород, где, придя в город и расположившись на владычном дворе, вершит суд уже как повелитель. И это снова не нравится новгородским сепаратистам. И после второго похода великого князя Московского на Новгород, новгородские сепаратисты не успокоились, продолжая мутить воду. И Ивану Третьему придется еще раз на Новгород идти. Тем более, что предоставился замечательный повод. В 1477 году в Москву приезжают с жалобами на неправедный суд, новгородское посольство, послы которого обращаются к Ивану Третьему не характерно. До этого между московским государем и господином Великим Новгородом устанавливался такой определенный паритет. По дипломатическому протоколу новгородские послы обращались к московскому князю как к равному. Господин Великий Новгород обращался к господину князю Московскому. Но здесь послы употребили термин «государь», обращаясь к великому князю Москвы. И это было уже подчеркивание власти Москвы над Новгородом. Иван Третий, конечно, за такой повод ухватиться не мог. Правда, потом выяснилось, что никто послов не уполномачивал, что они были скорее представителями не всего Новгорода, а просто некоторых промосковски настроенных бояр. И когда они вернулись в Новгород, в Новгороде вспыхнуло антимосковское восстание, спровоцированное Марфой Борецкой и другими ее сторонниками и сторонницами. Не единственная Марфа Борецкая была боярской вдовою, которая не желала московской власти. В результате Иван Третий в 1477 году идет походом на Новгород, заявляя о том, что Новгород – это его взбунтовавшаяся вотчина, то есть наследственное владение, и как владелец он своих подданных должен, уже даже не вассалов, а подданных, привести в спокойствие. Штурмовать Новгород Иван Третий не стал, обложил его со всех сторон. В городе начался голод, и многие промосковски ориентированные новгородцы, не только из боярства, но и из черного люда, простых жителей, все больше перебегали на московскую сторону. В конце концов, в начале 1478 года Новгород был вынужден сдаться, и Иван Третий окончательно в 1478 году присоединяет Новгород к Москве. В знак того, что Новгород больше невольная республика, из него вывезли его знаменитый вечевой колокол. Посадника Итысяцкого, лидеров новгородского самоуправления, заменили московским наместникам враждебных бояр, в первую очередь Борецких, из Новгорода выселяют, их владения забирают в казну, а самих отправляют кого в тюрьму, кого, как Марфу Борецкую, в монастырь, а кого, просто переселяют на земли Великого княжества московского. Освободившиеся территории Иван Третий населяет московскими феодалами, испомещая их на землю. Вот так вот с момента присоединения Новгорода на Руси начинает оформляться поместная система, о которой мы с вами поговорим подробнее на следующей лекции. Вот так на Руси появляется термин помещик. Присоединение Новгорода сыграло очень большую роль для московского государства. У нас появились новые территории, у нас появился прямой выход торговый в Западную Европу, у нас появились новые соседи, Швеция, Ливонский орден, с которыми пришлось выстраивать отношения. Однако после присоединения Новгорода главной задачей Ивана Третьего стало не западное европейское направление, а восточное, где в это время происходят очень важные процессы в Орде. Еще с 1430-х годов начинается процесс потихоньку такого неспешного, но неизбежного распада Золотой Орды. Еще до этого в 14 веке Орду сотрясали всевозможные междоусобицы, и она распадалась, но в конце концов у князей ханов Сарая получалось на какое-то время объединить распадающееся государство. В середине 15 века Золотая Орда распадается окончательно. На ее территории возникает несколько больших, фактически независимых государств. Крымское ханство в Крыму, Сибирское ханство за Уралом, в Среднем Поволжье возникает Казанское ханство, основателем которого был хан Улу Мухаммед, в нижнем течении Волги вокруг города Хаджитархан или Астрахань возникает Астраханское ханство, в Заволжских степях возникает Ногайская Орда, в которой правила династия, основанная знаменитым темником Едыгеем. Еще дальше на восток Средней Азии возникает Казахская и Узбекская Орды, однако в центре остается большая орда ханы, которые пытаются собрать вот эти вот распадающиеся куски, и ханы Большой Орды пытаются сохранить не только саму Орду, но и власть над Русью. Для того, чтобы удержать распад Орды, ханам в сарае необходимы большие ресурсы, и в этом смысле Русь, конечно, представляется для них таким источником ресурсов. В 1472 году хан Большой Орды Ахмат идет набегом на русские земли и останавливается на реке Оке, где его встречает московское войско под командованием князя Ивана Васильевича, Ивана Третьего. На Оке Ахмат не решился форсировать реку, прорываться и вступать в большое сражение, разграбил город Аликсин, и многие историки именно вот здесь вот с отражения набега хана Ахмата, хана с таким немножечко чайным именем, отсчитывают независимость русского государства от Орды. Однако формально, точнее не формально, а общепризнанно, считается, что это произошло чуть позднее. Согласно историческим источникам такого литературного характера, Иван Третий отказывается от дани в Орду в 1476 году. Существует даже такая легенда, что послы великого хана Ахмата, прибывшего в Москву, с ярлыком для великого князя московского и с требованием дани за несколько лет, были Иваном Третьим показательно изгнаны из дворца, казнены. И вот эта вот демонстративная казнь послов означала окончательный разрыв с Ордой. Естественно, не отреагировать на подобное Ордынский хан не мог, и Ахмат готовит поход на Москву. В 1480 год хан Ахмат поднимает большую Орду, собирает все ее военные силы и с большим войском идет на Русь. К этому моменту хану Ахмату уже было понятно, что воевать с русскими придется всерьез, и в одиночку он этого делать не желал. Он заключает союз с великим князем литовским Казимиром IV, надеясь в союзе с литовским князем сокрушить князя московского. Закончатся все эти сражения с ханом Ахматом, точнее поход хана Ахмата, знаменитым стоянием на реке Угре 1480 года. И вот здесь возникает вопрос, а почему, собственно говоря, речь идет об Угре, которое так было, на секундочку, пограничной рекой между Русью, Московской и Литвой, а совсем не пограничной рекой между Русью, Московской и Ордынскими владениями. Логичнее было бы предположить, чтобы столкновение произошло на реке Оке, которая была пограничной рекой со степью, но произошло все именно на реке Угре. Почему так, мы сейчас разберемся. Хан Ахмат, конечно, изначально двигался прямым путем именно через Оку, но там, на Оке, его встречает московское войско. Иван III подготовился к этой войне не только в военном отношении, собрав достаточно существенные силы, но и в отношении дипломатическом. В этот момент между ханом Большой Орды Ахматом и крымским ханом Менгли Гиреем были очень серьезные противоречия. Крымское ханство, которое возглавляли ханы из династии Гиреев, или, как сейчас требуют говорить более правильно, сторонники тщательного изучения истории крымского ханства Гераи, не ханы из династии Гиреев, а ханы из династии Гераев, вот они с ханами Большой Орды воевали яростно, поскольку не желали им подчиняться. Крымский юрт, крымская Орда была вполне себе независима, и хан Менгли Гирей, вы уж простите, я по привычке его буду называть на старый лад, как это принято в нашей историографии, хан Менгли Гирей заключает союз с Иваном III. Кроме того, Иван III разрешает на этот момент конфликт со своими братьями. Я уже говорил, что в 1472 году отношения между Иваном III и его братьями Андреем Углицким, Андреем Большим и Борисом Володским всерьез обострились, и в 1480 году эти братья отъезжают от великого князя Московского и готовятся к переговорам с великим князем Литовским. Допустить такое раздробление сил русского государства при угрозе извне, при угрозе хана Ахмата нельзя, и Иван III идет на уступки братьям, договаривается с ними. Таким образом, противостояние Ахмату было подготовлено дипломатически со всех сторон. Когда хан Ахмат подошел к Оке, его встретила там русская войско, и хан Ахмат в одиночку штурмовать русские позиции на Оке не решился, совершая длительный обходной маневр. Он движется на запад, надеясь на соединение со своим союзником, великим князем Литовским Казимиром, но Казимиру в этот момент не до Ахмата. Союзник московского князя крымский хан Менгли Гирей со своей крымской ордой ударил по великому княжеству литовскому, разоряя Подолию, и Казимир занят отражением набега крымцев, хан Ахмат остался в одиночке. Он прошел через литовские земли, пытаясь охватить русские позиции, но был встречен на реке Угре, куда князь Иван III отправляет войска под командованием своего сына Ивана Молодого и своего младшего брата Андрея Меньшова. А сам ждет подкрепление от братьев Андрея Большого и Бориса. Сам находится в некоторых колебаниях. В летописях даже сказано, что он на какое-то время отъезжал в Москву, а свою казну из Москвы и любимую жену Софию Палеолог отправляет с детьми подальше из Москвы на Белоозеро. Однако, как бы вот не колебался московский князь, не колебались русские войска. Татары несколько раз будут пытаться прорваться через реку Угру. 8 октября 1480 года сам хан Ахмат будет пытаться форсировать реку, но будет встречен огнем не только русских лучников, но и огнем русских артиллеристов. В сражении на реке Угре, как это видно из русских летописных миниатюр, по сообщениям наших летописей, по татарам стреляли не только из луков, но и из пищали и тюфяков, то есть из таких первых образцов ружей и пушек, артиллерийским ружейным огнем, стрелами луков. Татары были отброшены и Ахмат на генеральное сражение не решается. Ордынское войско замерло на берегу реки Угры, съело вокруг все возможные припасы, стало потихонечку разлагаться, более месяца с 8 октября по 11 ноября 1480 года хан Ахмат стоит на Угре, не рискуя ее переходить. Есть предположение, что он ждал пока Угра замерзнет, чтобы по ней спокойно переправиться в любом месте, но даже когда в конце октября 1480 года Угра замерзла и московский князь Иван Третий дал приказ войскам отойти с берега Угры и встать на более удобной оборонительной позиции в районе города Боровск, хан Ахмат так и не решился переходить Угру. Его истощенное стояние войско вернулось обратно, а вскоре в 1481 году хан Ахмат будет убит в Ордынской междоусобице. Власть Орды пала окончательно. Любопытным моментом во время этого стояния на реке Угре стала диверсия, такой, знаете, партизанский рейд, учиненный московскими войсками. По приказу Ивана Третьего отряд под командованием князя Василия Ноздраватого Звенигородского и татарского царевича на русской службе Нурдаулета совершила поход вглубь Большой Орды и разорила столицу Большой Орды город Сарай, что нанесло большой удар по моральному состоянию ордынских войск, которые поняли, что их семьи, их кочевья, в общем-то, не в безопасности. Так что неудивительно, что Ахмат предпочел отступить. И вот это событие, стояние на реке Угре, кстати, прошло ровно 100 лет после Куликовской битвы, считается окончательным освобождением от монгольского ига. А дальше Иван Третий продолжает собирать русские земли. В 1485 году после осады великокняжескими войсками сдалась Тверь. Тверской князь, забрав казну, бежал на запад, а Тверское княжество было ликвидировано, войдя в состав Великого княжества Московского. После этого Иван Третий вполне официально начинает именовать себя Великим князем и государем всея Руси. Чуть позднее его титул будет звучать приблизительно таким образом. Иван, божию милостью, государь всей Руси, великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Пермский, и Болгарский, и иных. В 1487 году будет взят Третий русский республиканский город, город Хлынов, который более известен под своим названием Вятка. Вятская земля будет присоединена к московскому государству. Вообще-то Вятку и ранее московские государи брали, но там тоже были свои сепаратистские настроения. Только в 1487 году Хлынов, то есть Вятка, была окончательно присоединена к московскому государству. А вот дальше, присоединив большую часть, ну за исключением Пскова и Рязани, тех земель, которые еще сохраняли независимость русских земель, Иван Третий обращается на Запад, где немалое количество русских земель было в составе Великого княжества Литовского. Начинается длительный конфликт с Великим княжеством Литовским. Начинаются русско-литовские войны. Вообще-то эти войны начались еще в 14 веке. Мы помним про походы князя Ольгерда против Дмитрия Ивановича Донского против Москвы. При великих князьях Василии Третьем и Иване Третьем произойдет аж пять войн до середины 16 века. Пять раз Москва и Литва будут вступать в жестокое противостояние. Первой такой войной за русские земли стала война 1487-1494 года, которую называют пограничной или странной войной, потому что формально она объявлена не была. Поводом к этой войне стал переход литовских удельных князей на сторону Москвы. Удельные князья в литовском княжестве, не будучи довольными правлениями своего собственного великого князя, воспользовались феодальным правом отъезда и перешли вместе со своими владениями на службу великому князю Московскому. Поляки, естественно, отреагировали на это нервно, начались военные действия. В результате этой войны к Москве были присоединены так называемые верховские княжества, то есть княжество Адоевское, Воротынское, Белевское, Новосильское, а также город Вязьма. Эту войну московский князь выигрывает. Выигрывает он и следующую войну с Литвой 1500-1503 года. Вот эта война ознаменовалась не очень известной, но достаточно важной в нашей истории битвой на реке Ведроша. В 1500 году, когда московское войско под командованием замечательного воеводы Данилы Щени разгромило польско-литовское войско под командованием Константина Острожского. В результате вот этого Ведрошского поражения Литва оказалась в сложной ситуации, и когда в 1503 году было подписано так называемое Благовещенское перемирие, Литве пришлось отдать Москве немало. Подписано это перемирие было в праздник Благовещения, поэтому и получило такое название. И по этому перемирию в состав московского государства входят земли с левобережья Украины современной. Чернигов, Новгород-Северский, Брянск, Гомель. Все вот эти вот княжества вошли в состав Великого княжества московского. В один присест в 1503 году княжество Литовское лишилось трети своих территорий. Вот таково было значение победы в этой войне и битвы на реке Ведроша. Кстати, опять же на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина есть отличная лекция Клима Жукова, посвященная сражению на реке Ведроша. Завершает собирание русских земель уже сын Ивана Третьего, Василий Третий. Он продолжает вести боевые действия против Литвы, о чем мы скажем подробнее несколько позже. А пока что несколько слов надо сказать о том, как выстраивались отношения Великого княжества московского при Иване Третьем с другими нашими соседями, в частности с Ливонским орденом и со Швецией. С трудом они выстраивались, потому что московское княжество и для Ливонского ордена, и для Шведского королевства становилось серьезным экономическим и политическим конкурентом. Неудивительно, что с Ливонским орденом в царствовании, точнее в правление, в княжение, хотя наверное все-таки даже можно сказать в царствование Ивана Третьего, с Ливонским орденом воевать будем дважды. Сначала в 1480-1481 году, когда войска ливонцев напали на псковские земли, и Иван Третий помог псковичам. А затем в 1501-1503, когда Ливонский орден решил помочь Литве в противостоянии с Москвой. Вторая война с Ливонским орденом тоже закончится нашей победой, и по этой войне, по мирному договору, ливонцы обяжутся платить дань за бывший русский, а теперь немецкий город Юрьев, который немцы называли Гербт, захватили у русских еще в 13 веке, хотя основан он был еще в 11 великим князем Киевским Ярославом Мудрым. Вот это самая Юрьева дань, выплаты московскому князю за его владение Юрьев, станет одной из причин Ливонской войны, которая произойдет уже в царствовании внука Ивана Третьего, Ивана Грозного. Война с Ливонским орденом требовала укрепления границы. Неудивительно, что между этими войнами на границе с Ливонией в 1492 году была построена мощная каменная крепость Ивангород, которая вызвала неудовольствие не только у литовцев, но и у шведов. С шведами тоже пришлось повоевать. В 1495-1497 году война со шведами. Русские войска осаждают не очень удачно шведский город Выборг. Шведские войска осаждают и берут крепость Ивангород. Ее даже потом сожгут шведы, но после заключения мира она будет восстановлена еще в более величественном виде. И вот эта вот Ивангородская каменная крепость, которую мы сегодня можем видеть, она сохранилась до нашего времени, была важным форпостом России на Западе. Проблемными были отношения Великого княжества Московского и с другими остатками Золотой Орды. Два из остатков Золотой Орды, ханство Крымское и ханство Касимовское, с Москвой выстроили отношения вполне себе дружелюбные. Касимовское ханство вообще стало вассалом княжества Московского. Мы уже говорили на предыдущей лекции и сейчас снова скажем, что с 1452 года один из сыновей казанского хана Улу-Мухаммеда нашел себе пристанище у великого князя Московского. Московский князь ему выделил город Городец-Мещерский с волостью. И там возникает воссальное от России Касимовское ханство. Касимовские татары активно себя проявили во многих войнах эпохи Ивана Третьего. Крымское ханство, возникшее в 1441 году с этой вот династией Гереев, Гераев, было союзником князя Ивана Третьего вплоть до самой его смерти. Но при Василии Третьем отношения с крымским ханом в значительной степени обостряются, потому что крымские ханы становятся соперниками Москвы в вопросе собирания ордынских земель. Кроме того, за спиной крымского хана стоит их серьезный покровитель. С середины 15 века крымское ханство становится вассалом турецкой Османской империи и проводником ее интересов в Восточной Европе. Самый ближний сосед к Москве Казанское ханство, основанное в 1438 году Улу Мухаммедом, было соседом, прямо скажем, беспокойным. Мы с вами помним, как в 1445 году Улу Мухаммед, изгнанный из Орды и основавший свое ханство в Казани, нанес поражение князю Василию II в битве у Спас-Ефимиева монастыря под Суздалем. И это поражение дало виток новому этапу феодальной войны внутри Московского княжества. Казанское ханство находилось в Среднем Поволжье и контролировало важную часть Волжского торгового пути. Под Казанью располагалась одна из крупнейших ярмарок того времени. И за власть в Казани боролись промосковская, прокрымская, проногайская партия. Многие претенденты из рода чингизидов пытались сесть на Казанский престол и другие государства старались использовать Казанский фактор в свою пользу. То на престоле сидят ханы промосковской ориентации, например, из Касимовского ханства, то прокрымской, то просибирской или проногайской ориентации. Поэтому неудивительно, что с Казанью частенько приходилось воевать. Иван Третий проблему Казани на какое-то время решает. С 1467-го, 20 лет, по 1487-й год идут войны с Казанью. В 1487-м году Казань покоряется. Это даже некоторым историкам дает основания предполагать, что Казань брал не Иван Васильевич Грозный, а Иван Васильевич Великий. Но, тем не менее, формально Казань не была присоединена к Москве. Там просто был поставлен свой хан. И до конца княжения Ивана Третьего, до 1505-го года, Казань была под русским протекторатом. Но потом, когда к власти приходит Василий Третий, с Казанью вспыхивает конфликт. И начинаются новые войны, которые с особой яростью возобновятся в 1521-м году, когда промосковская партия окончательно проиграет. В конце концов, уже внуку Ивана Третьего, Ивану Грозному, Ивану Четвертому, придется Казань брать еще раз и присоединять к московскому государству. Об этом мы уже записали и опубликовали лекции. Одни из первых лекций, опубликованными нами в этом цикле. Несколько слов о внешней политике эпохи Василия Третьего. Василий Третий на фоне своего могучего отца выглядит не настолько ярко, но тем не менее его правление с 1505 по 1533 год поставило точку в завершении русских земель вокруг Москвы. В 1510 году был присоединен Псков. Из Пскова также вывезли вечевой колокол, и Псков признал себя вотчиной московских князей. В результате войны с Литвой 1507-1508 годов, а также Десятилетней войны 1512-1522 годов с тем же Великим княжеством Литовским, Московское государство расширило свои границы в западном направлении. Так в ходе Десятилетней войны в 1514 году был взят и присоединен к московскому государству Смоленск. И это несмотря на то, что в начале этой войны в 1512 году войска Великого княжества Литовского во главе с тем же самым уже упомянутым сегодня Константином Острожским нанесут серьезное поражение московскому войску в сражении при Орше. Но тем не менее, вот это тот случай, когда проигранное генеральное сражение не привело к проигрышу войны, и главная цель этой войны Смоленск и Смоленские земли были взяты Великим князем Василием Третьим, присоединены к Москве. В 1521 году закончилась история независимого Рязанского княжества. И вот здесь с 1521 года мы можем говорить о Великом княжестве московском. Если посмотреть на карту Руси, то вот здесь Великое княжество московское достигает своих максимальных размеров, а дальше превращаться будет уже не Великое княжество московское, но царство российское. Как я уже сказал, при Василии Третьем осложнятся отношения с Казанью и с Крымом. Будут серьезные походы крымчаков на Москву, скажем, знаменитый Крымский смерч 1521 года. Будут серьезные экономические конфликты по итогам новой войны с Казанью. Василию Третьему удастся перенести крупнейшую волжскую ярмарку из-под Казани под Нижний Новгород. Потом это будет знаменитая Макарьевская, а потом снова Нижегородская ярмарка. Воевать придется еще много, воевать придется еще долго. И сыну Василия Третьего, Ивану Четвертому, Ивану Грозному придется воевать за расширение русских границ еще неоднократно. Впрочем, не только Ивану Грозному и другим правителям тоже. Но здесь мы можем сказать, что в целом объединение русских земель закончилось именно при Василии Третьем. Хотя, конечно, некоторая их часть все еще оставалась в составе Великого княжества Литовского. И только Екатерина II и Екатерина Великая в результате трех разделов Речи Посполитой окончательно русские земли вернет в состав Великого русского государства. О том, что происходило внутри московского государства, как в эти времена освобождения от Ига, укропнения территорий, всех вот этих внешних войн, как внутри государства жили, мы поговорим с вами на следующей лекции. Пока, большое спасибо за внимание, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова